В этом видео мы поговорим с вами про функции. Функции позволяют многократно использовать код в разных местах. То есть мы пишем нашу функцию и вызываем ее хоть тысячу раз в нашем коде. То есть пишем один раз, а вызываем, используем тысячу раз. Допустим, у нас есть вот такой пример. Здесь у нас есть две переменные, переменные a и b. Здесь есть переменная sum, где складывается значение переменной a и переменной b. И здесь мы просто выводим с помощью оператора echo. Строку sum подставляется значение 5 плюс 2 и выводится сумма. То есть 5 плюс 2 равно 7. Если, допустим, нам нужно будет сделать то же самое, но уже в виде функции, чтобы мы могли написать это один раз и потом просто подставлять значение параметры, то мы пишем нашу функцию. Здесь скопируем вот этот фрагмент и все остальное удалим. Здесь еще напишем название функции и передадим параметры. параметры a, параметры b. Это входящие параметры. Их нужно указывать именно в той последовательности, в которой они будут использоваться дальше. Теперь создадим новую переменную sum, которая будет выводиться вот здесь. И здесь скажем переменная a плюс переменная b. То есть сейчас мы создали новую функцию, назвали ее sum, в скобках указали входящие параметры, это доллар a и доллар b, в той последовательности, как мы будем использовать здесь. И сохранили результат в переменную sum. И здесь вывели echo sum a плюс b равно sum. Так, сохраним. Если мы сейчас просто обновим страничку, то мы не увидим ничего, потому что мы функцию создали, но еще нигде ее не вызывали. Чтобы вызывать функцию, пишем название функции, скобки и точка запятая. Если мы просто сейчас вызовем нашу функцию, то получим ошибку, где написано, что не хватает аргумента 1 и аргумента 2. То есть вот эти вот параметры. Что мы и сделаем. То есть мы укажем теперь наши параметры. Это 5, который будет подставлено вот здесь, в переменную a, и 2, которые будут подставлены в переменную b. Сохраним, обновимся, и видим сумма сложения 5 плюс 2 равно 7. Мы можем, допустим, написать здесь любые другие значения. Сохранить, обновить, и видим, что все прекрасно работает. Но что нам нужно, если допустим, то есть сейчас наша функция, она выводит результат. В данном случае это все классно. Но если нам нужно использовать вот этот результат дальше, то мы пишем здесь return, и что возвращает. То есть теперь функция у нас не будет выводить ничего на экран. Даже несмотря на то, что мы вызвали ее и передали ей определенные параметры. Так, напишем здесь, допустим, 5 плюс 6. И теперь, чтобы вывести результат, мы должны написать в начале a. Видимо, работает. Но мы не для этого это все делали. Мы, допустим, создадим еще переменную c. и теперь сделаем так. Напишем оператор echo c и приплюсуем к 11. Еще, допустим, 4. И увидим результат 15. То есть мы получаем из функции результат сложения, который не выводится. То есть, несмотря на то, что мы вызываем здесь функцию, то мы просто сохраняем результат в этой переменной. И здесь мы просто выводим этот результат и плюсуем 4. То есть получается 15. Если мы удалим сейчас 4, то, естественно, у нас будет 11. Понятно, да? То есть мы здесь вернули и здесь можем использовать, допустим, мы можем сделать так, что у нас будет еще одна переменная, она будет называться переменной d. Вызываем опять нашу функцию уже с другими значениями. Допустим, значение 11, 12. И здесь мы сделаем еще C плюс D. Ну, к примеру, видим, все работает. То есть мы можем использовать функцию по-разному. То есть можем либо сразу выводить результат, либо возвращать результат и потом использовать его уже как нам нужно. Так. Теперь про параметры. То есть можно указать параметры по умолчанию. Допустим, мы можем сказать, что если аргумент не введен, то по умолчанию он будет равен нулю и здесь тоже ноль. То есть если мы вызовем нашу функцию, так, стоп, и ничего не укажем внутри, то у нас вернется ноль. Так как здесь мы указали значение по умолчанию. То есть если мы не указали здесь параметры для функции или аргументы, то здесь вывелось ноль. Если мы, допустим, сейчас укажем значение для переменной A, но не укажем значение для переменной B, то по идее выведется единица. Действительно. Если мы, допустим, удалим сейчас, то, естественно, выведется ноль. Также мы можем указать здесь, допустим, для B 5, а для A у нас ничего не будет указано. И здесь мы укажем только первое значение, допустим, 10. Узновимся и видим 15. То есть здесь мы можем указывать значение по умолчанию. Так. Думаю, на этом пока все. Дальше мы будем рассматривать уже готовые функции, которые есть в PHP. Их очень много. Но как бы рассказывать сейчас про них всех я не хочу. В данном видео я хотел рассказать просто про то, как использовать функции, как создавать функции, и как их вызывать и использовать. На вот таком примитивном примере. Конечно, для создания сайтов, возможно, данный пример не совсем подойдет. Но, я думаю, смысл понятен. Поэтому всем спасибо. Всем пока.